Весь день ребята пробовали себя в роли управленцев в разных сферах деятельности. С волнением брали на себя самые ответственные обязательства и наблюдали за нелегкой работой руководящего звена. Мне очень понравилось. Во-первых, все настолько реалистично, что прям проникаешься в эту работу и кажется, что ты реально глава района. Очень сложная работа, так как я понял, что глава района – это как сердце Бугучанского района. Через него протекает все, буквально все – и радости, и горести, и победы всякие, и несчастья. По окончанию рабочего дня в актовом зале районной администрации состоялось итоговое собрание. Никите Колпакову выпала самая ответственная работа. Он весь день был дублером главы Бугучанского района. Я подготовил отчет за 2018 год. Очень серьезный. Я до этого представлял на сессии районного совета. С огромной статистической информацией Никите я подписал. С пожеланием успеха, удачи, коллеги одного родца, с Ужилием Сарковым. В ходе мероприятия были представлены презентации итоговых работ, одной из которых стал сюжет для телевидения. Его представила Вероника Подлипская. Она поделилась своим впечатлением. Девушка провела весь день с сотрудниками телекомпании в роли корреспондентки. При трудоустройстве в информационную сферу деятельности некоторые считают, что работать корреспондентом проще простого, но на деле оказывается иначе. Это очень сложно. Я очень устала. Можно домой. Ну правда. А вообще какой-нибудь опыт ты подчеркнул? Да. Это очень интересно, но очень сложно. Несмотря на то, что ребятам представилась возможность стать дублерами вышестоящих должностных лиц, доверить прямое управление было бы неправильным. Ведь в столь юном возрасте у ребят нет опыта управленчества. Мы как дети на практике были, не более. Я думал, что будет как-то больше ответственности, больше власти. Ну как бы, не знаю, вот так. Ты не прочувствовал? Да, не все прочувствовал, как должно было быть, как я себе представлял. К серьезным должностям необходимо стремиться и прежде всего получить квалификацию в высшем учебном заведении. Я сегодня была в больнице. Нам рассказали много интересного о том, как больница выглядит изнутри. Принявшим участие в проекте «Молодежь во власти» посчастливилось получить не только дипломы участников из рук руководителя района, но и бесценный опыт. Анастасия Агеева, Владислав Тимощенко, телекомпания «Спектр», «Богучаны».